Они пьют кровь оленя, а их дети играют птичьими клювами. Сегодня речь пойдет о ненцах. В этом видео мы собрали для вас только самые интересные факты. Поехали! Ненцы пьют кровь оленя и едят сырое мясо. Чтобы восполнить запас витаминов в суровых северных условиях и избежать множества болезней, таких как цинга. В оленине содержится в 5 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в той же говядине. Витамин С защищает от простудных заболеваний. А также в оленине содержатся цинк и медь. Ненцы – самый многочисленный оленеводческий народ России. Олени – это их жизнь. И это не метафора. Дикую разновидность этого животного ненцы называют илебц, что переводится как «жизнь дающий». Олень – это основной источник питания. Мясо, одежда и жилище, шкура. Способ передвижения – только за один день эти животные могут преодолеть с легкими натами до 300 километров. Источник дохода – средства производства. И живые деньги – товар. Крупнотабунное оленеводство ненцев невозможно без собаки. Когда-то предки ненцев, которых называли самоедами, одомашнили полярного волка. Так появилась очень популярная сегодня порода самоедских лая. Собаки использовались для выпаса оленей, охоты, а также иногда как няньки для маленьких детей. На ночь их часто оставляют в чуме, чтобы спать с ними в обнимку. Помогают не замерзнуть. Когда обнимаешь самоеда, он замирает и становится предельно внимательным и осторожным, чтобы лишний раз не подеспокоить человека. Кстати, культурные традиции запрещают ненцам использовать собак в качестве транспортного средства. В тундре нет интернета и мобильной связи. Помыться там до сих пор очень сложно, и это делают нечасто. В основном только летом. Но оставаться чистыми помогает традиционная одежда, которая шьется из оленев шкур, при этом мужская глухая одежда с капюшоном – мехом внутрь, а зимняя женская распашная шуба – мехом и внутрь, и наружу. Волос оленя полый и хрупкий. Мех впитывает все ненужное с тела, и загрязненные ворсинки тут же отрамываются. Универсальное гигиеническое средство в тундре – моб с факом, который обладает прекрасными впитывающими свойствами. Это и одноразовое полотенце, и подвузник, и губка для посуды. Дети в тундре играют клювами птиц. Традиционная ненецкая кукла Мехуко сделана из клюва, который играет роль головы куклы с пришитыми к нему разноцветными лоскутами сукна в качестве туловища. Куклы из утиного клюва – женщины, а из гусиного – мужчины. Выбор водоплавающих птиц не случайен. Считалось, что они чистые и невинные существа, каждый год улетающие к верховному богу. У кукол не было лица. Это было сделано для того, чтобы в игрушку не могла вселиться нечистая сила. Субтитры подогнал «Симон»!